вот так вот ребята короче полу спонтанно сразу после работы сорвался на рыбалку 300 верст на попутной машине на блаблакаре как обычно приехал самарскую область тут меня на дороге выкинули немножко от раз попросил меня закинуть чуть дальше уже час ночи тут дожди сильные прошли судя по всему и пока шел пока ехали дождь накрапывал хотя бы все было сухо это конечно не очень радует вода может подняться в речках сейчас километров пять пройду буквально я думаю с трассы можно где-нибудь здесь свинтить пройду километров пять за ночью остальное завтра приятный попробуй здесь пройди еще и ночью лес жуткий приходится пробираться еще и ночью что делать такая вот рыбалка у нас совсем понятно куда можно здесь идти где я вообще сыра очень ладно хоть тепло градусов 20 все равно ночевать придется в мокроте мне сегодня чего не сделаешь ради форели множество множество родников со склона холма стекает но саму реки я пока не вижу найдет где-то там будем искать чистейшие родники текут ну чтож попробуем как в школе нас учили пойдем по роднику вниз и найдем большую реку вот она просто могу сказать вода конечно не самая прозрачная но пойдет 1 будем готовиться ко сну вот здесь промеж молодых сосен пожалуй лучшее место которое могу сегодня найти для лагеря здесь останемся ну и звуки это кто так интересно речка сейчас будем спускаться воду набирать а вот палатка стоит наш кто такие звуки издает жуть ну в общем расположились кое-как не самым лучшим образом конечно какие-то кочки качкарник кругу придется лежать коромыслом уже по фигу если честно ладно немножко поспим а вот так вот все выглядит утром таком месте расположился ночью вчера ладно сейчас кофе допьем пойдем рыбачить чуть повыше поднялся тут конечно же тоже все в плотинах вот это похоже прорвало весной она уже не действует кофе ушел и нашел такую здоровенную за буду опа испугали где-то верно должна быть большая плотина какое монументальное сооружение неудивительно что вверху не было рыбы такую плотину не каждое перепрыгнуть да уж вот это бобры постарались конечно на славу здесь поближе пройдем прошел еще несколько плотин несколько притоков начались первые выходы здесь сейчас небольшая рыбка выходила с блесной побоялась последний момент ушла в берег хороший исход был ребята сейчас не успел заснять из-под плотинки рыбка вылетела схватила но сошла сошла почти тут же обидно хорошая конечно речка очень перспективная единственный минус что в этом году я здесь не первый есть следы соответственно рыбка уже подвыбита вернулся обратно в первую речку прошел был всего два выхода одна из них сорвалась форелька такая довольно крупная грамм 400 ориентировочно вторая успела меня срисовать она была поменьше грамм 100 спряталась в берег испугалась сейчас будем собираться и перейдем 15 километров на следующую речку попробуем там прыгать 5 километров на следующую речку пусть это поедает и плюс в лесу в лесу свободные там совсем крошка, но было приятно Субтитры делал DimaTorzok Вздремнул маленько, прям вот так даже тент не стал ставить Очень жарко было, чтобы рыбачить я устал сильно Сейчас лагерь поставлю окончательно и пойду Еще рыбачу часика три вечером, немножко посвежело Может что-нибудь и поймаю Пока сюда шел поймал три форельки К сожалению только одну получилось заснять Кружку, да и все остальное лучше подвешивать повыше Повыше от мышей Тут их много Поэтому шанс подхватить что-нибудь нехорошее Очень высоко Субтитры делал DimaTorzok Переночевал Бобры Правда спать не давали Как только стемнело Устроили здесь представление Лес валили Хвостами по воде били Ходили, шуршали И так до самого утра пока не рассвело Ну ладно, что же поделать Немножко поспать все-таки удалось Сейчас схожу, попытаюсь счастье в другую сторону Должна же быть тут рыба в конце-то концов Прошел практически всю реку Здесь вот она С еще одним притоком соединяется Дальше идти смысла не вижу Рыбы нет Поклевок нет Выходов нет Попробую вот на этом участке немножко прибачить И буду идти в сторону лагеря Прошел Наверное километров пять от него Ну все, ребята Собираюсь домой Уже собрался почти Осталось речку вброд перейти И выходить на дорогу Километров девять Мусор весь Собрал в пакет Вот в принципе весь мусор Который за два дня накопился За три дня почти Его мы повезем Домой Веса немного Грамм двести всего А то и меньше А пользы немало Вот так вот в моем понимании Должно выглядеть место Оставленное после себя Как будто и не было никого Даже не скажешь Что здесь кто-то жил Целые сутки Это одна из причин По которым я костры Не развожу А готовлю Исключительно на газу Все-таки приятно Оставлять после себя Именно Нетронутую Природу Вот здесь такой Обрыв подводный Здесь глубина сантиметров двадцать А здесь уже далеко за метр Смотрите Вот такая глубина здесь И вот такая глубина Вот здесь Вот только до дна достал Метр двадцать Примерно Сейчас будем перебираться На другой берег Или вон там пройти Попробовать Помельче Рисковать уже не хватит До чего красивые Я у нас таких не видел Крупненько Ну все Иду до трассы Точнее пока До трассы-то еще далековато Сейчас выйду На небольшую дорогу Планирую доехать на автобусе Которые скорее всего Тут ходят До ближайшего городка Оттуда уже уеду Либо Рейсом Автобусом До Уфы Либо Блблокарм Надеюсь Получится Без эксцессов Ну Итого что я могу сказать За Два дня Из них один день был Полностью рыбалке посвящен Поймал я Три форели Грамм по 100 Каждая И одна форель на грамм На 400 На 500 Сорвалась К сожалению Не успел застать Стал камеру включать И Слабину Видимо дал Маленько Ну Она и сорвалась Недолго думая Не могу сказать Что Поездка Прошла Неудачно Места здесь Очень красивые Мест для форели Пригодных Очень много Но Дело в том Что Речка Сама по себе Очень быстрая Холодная Скорость течения Очень высокая На Большей части Реки Практически Нет ям Крупных Где вода Могла бы отстаиваться И теплеть Не считая Верховьях Плотин Бобровых Поэтому Вода Проносится Очень быстро По всей речке И вода Очень холодная Из-за этого Здесь Нет Более Теплолюбивых Видов Рыб Таких Как окунь Или голавль Есть только Форель С хариусом Тоже как-то Не сложилось Ну точнее И окунь Голавль Здесь есть Но его Очень мало Я вот Ни одного Не видел Так Местные Вроде В самых Мозовьях Ловили По чуть-чуть Река Практически Ищена Какого-либо Антропогенного Воздействия Стоков С полей Населенных Пунктов Как таковых На ней Тоже нет Крупных Дорог Через нее Тоже не Проходит Поэтому Вода Здесь Очень Чистая Ну и Родников Очень много Конечно же Однако Форелей Здесь Очень мало Почему Ну Скорее Всего Потому что Река Не справляется С темпами Вылова Местным Населением Не успевает Форель Вырастать До сколь-либо Путных Размеров Форель Довольно Туго Рослая Рыбка И До первого Нереста И нужно Прожить Три-четыре Года Местные Населения Довольно Активно Ловят На удочку Осенью Колют Острогами Сети Тоже Не гнушают Ставить Внизу Вих Где Протяженные Плесы Появляются Ну Тем не менее Пока еще Форель Здесь Есть Хотелось Бо Конечно Большего Но Пока Как-то Так Конечно Тоже Вносят Свою Лепту Конечно Небольшие Количества Врида От них Нет Наоборот Форель Довольно Охотно Заселяет Труды Созданные Бобрами Но Местами Их Здесь Слишком Много Они Сильно Замедляют Поток Образуют Целую Систему Стоячих Удоемов Отрезают Отдельно Участки Рек Большими Плотинами Через Которые Форель Не может Осенью Подняться К местам Нереста Все это Конечно Не совсем Благоприятно Воздействует На Вопуляцию Местную Форель В первую Чуть Конечно Тем Что Вода Становится Теплее Летом В жару Продевается В настоящих Участках А форель Этого Очень Не любят Ну По крайней Мере Эта речка Намного Чище Чем Та На которой Мы с вами Были В прошлый Раз Нет Мусор Здесь Конечно Тоже Присутствует Но В количествах Настолько Меньших Чем Там Что Я его Даже Не замечаю Практически Ну Хотя Конечно Не без Него Вот Например Здесь С Тут Тусовался И Все Свои Отходы Просто Вот так Мило Положил Под Кустик Ну Куда Еще Конечно Не с собой Вести Оставим Под Кустиком Авось Само Рассосется Причем Люди Наверняка Были На Машине Не думаю Что они Чайник С бидоном С собой Пешком Принесли Ну Так Будет Лежать Годами Десятилетиями Кто Отсюда Утащит Никто Не Додумается Ну Все Дошел До Дороги Буду Ждать Автобус Стал Как Собака В Зарище Неимоверно А пить Нечего Не Учил Толковых Нет Ничего Ладно Сейчас Нагляд Когда я Докуплю Покушите Попить Маленько Надеюсь К вечеру Буду дома Ну Ладно Что Сил Нет Уже Что-то Рассказывать Через Неделю Увидимся